Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я продолжаю собирать электронную библиотеку обзоров на все машины, которые есть в нашей игре. И на очереди у нас ИС. Если вы хотите знать, как будет сложно, не сложно, а пройти какую-то из веток, заходите в соответствующий плейлист на моем канале, там все интуитивно понятно. Открывайте плейлист и там вы найдете обзоры на машины, которые ведут к заветной десятке. Я собираю эти видео для того, чтобы показать все машины, которые есть в игре и показать их такими, какие они есть на самом деле. Ну и соответственно, насколько вам придется на них попотеть. Что касается ИСа, легендарная машина, многие оставляют себе для того, чтобы периодически на ней пофаниться, ну а кто-то из любителей оставляет себе наоборот КВ-3. Кому-то он заходит больше, но все зависит от того, куда вы идете, к ИСу-7 или к ИСу-4. И я бы сказал, что наверное ИС это все-таки должен был быть предвестник как раз ИСа-4, по крайней мере по стилистике, по манере игры. Да и в целом ИС-4 в чем-то такой себе наследник ИСа во многих отношениях. Что касается машины и что она вам принесет. Сегодня мы выкатим ее из ангара с двумя орудиями. Сначала выкатим ее в базовом ее состоянии, без оборудования, без топового орудия, без топового двигателя и гусли. Для того, чтобы заценить, насколько лучше машина играется, если вы все-таки вложите зарабатываемый на нем опыт в тот же самый двигатель, либо в те же самые гусеницы. Что касается орудия базового, здесь довольно неплохой ДПМ для седьмого уровня, 1870, я считаю, что это вполне приемлемо и нормально. Просто безбожно огромное время сведения, но опять-таки с учетом того, что оборудование я не покупал. Что касается разброса, то опять-таки я бы сказал, что оставляет желать лучшего. Время перезарядки я бы назвал его терпимым, 9 секунд и угол склонения орудия вниз целых минус 7, что для советской техники считается довольно крутым показателем. Но, ребят, если вы перейдете на топовое орудие, на топовое я имею ввиду топовое проходное, потому что здесь есть еще альтернативное орудие, которое многие называют тоже топовым. Так вот, вот это вот топовое проходное, которое вам в любом случае придется открыть для того, чтобы пойти к ИСу третьему, оно принесет вам как плюшки, так и довольно неплохие подзатыльники. Хорошей плюшкой будет неплохой разовый урон в целых 400 единиц, который становится на 120 единиц больше. То же самое происходит с подкалиберными, то же самое происходит со сколочно-фугасными. Причем на сколочно-фугасных повышается пробитие на целых 11 миллиметров, и это существенно. При этом в виде подзатыльника вы получаете на 1 градус меньше угол склонения орудия, но я скажу откровенно, я особой разницы не почувствовал. Что касается бронепробиваемости снарядов, то здесь действительно начинает становиться очень грустно, потому что на топовом орудии вы падаете с пробитием в целых 15 миллиметров на базовом снаряде и подкалиберные на целых 18 миллиметров. В общем, я бы сказал, что затрещина довольно-таки неприятная, но есть и покруче, ребят. Дело в том, что время сведения у вас увеличивается, у вас увеличивается разброс, причем существенно, и у вас при этом всем падает ваш ДПМ до 1635. А время перезарядки становится просто конски огромным, на практически 6 секунд больше и будет составлять уже практически 15 секунд. Стоит ли платить этих 15 секунд за Альфу в 400? Вот с этим попытаемся разобраться. Как я говорил, сейчас выкатываем машину исключительно на ее базовом орудии и в базовом ее состоянии, так, чтобы понимать, как машина будет играться, как только вы ее откроете, но не будете вкидывать горы серебра в то, чтобы открыть все необходимое оборудование. Что касается, ребят, нашей брони, я бы не сказал, что здесь все очень годно, брони здесь очень мало и в основном приходится в боях страдать. Ну а страдать приходится, потому что здесь крайне большая комбашня, которая легко пробивается, здесь практически нет брони в башне спереди, то есть она шьется абсолютно спокойно, вот эта вот передняя часть. Если здесь можно найти какую-то хорошую приведенку, то как только вы башню поворачиваете, она куда-то исчезает. Здесь есть вот этот вот шарф, не шарф, даже не знаю, как это назвать. Да, он забронирован, у него хорошие углы приведенки. Но, ребят, при этом все, у нас есть огромный нижний бронелист, у нас есть верхний бронелист, который даже с приведенкой имеет 194. И не дай вам боженька попасть на этой машине против восьмерок. Ну, просто лакомый кусок какой-то. Да и сама башня, ребят, таких размеров, что в основном даже в корпус не кидают, а кидают в нее. Потому что что в башне, что в корпусе, здесь броня, в принципе, одинаковая. Да, можно где-то что-то как-то ромбануть, но, опять-таки, все зависит от того, насколько вам фортанет и насколько будет слаб тот соперник, с которым вы встретитесь в бою. Вот такая вот машина по броне и от тяжелого танка в отношении бронирования здесь только название. Ну, а как она играется, сейчас попробуем ее заценить в реальном, в реальном режиме. Поехали, попытаемся что-то ныне сделать. Итак, друзья, поехали. Давайте будем заценивать подвижность. Напомню, мы играем без максимального двигателя, без гусениц, без дополнительного оборудования. Короче говоря, базовое состояние машины. И в целом, даже в базовом состоянии, танк едет вполне себе нормально. Если сравнивать, допустим, по ощущениям с тем же самым КВ-3, который тоже является проходной машиной на этом же уровне, то, скажу откровенно, на данной машине ездить существенно приятнее. Ну, прям в разы. И это, ребят, в базовом состоянии. Стоит также отметить, что именно благодаря, я бы сказал, достаточной популярности данной машины среди игроков, как те машины, которые оставляются в ангаре для того, чтобы периодически выехать и пофаниться, разработчики наделили его вот таким вот довольно классным историчным внешним видом. Здесь нет ничего сверхъестественного, ничего такого, что прям совсем футуристическим можно считать. Это нормальный боевой вид машины. Ну, мне кажется, что вот именно так. В нашей игре настоящие танки, которые существовали, существовали в истории были, они вот так вот и должны выглядеть. А не какие-то там развивающиеся языки пламени реальные, выхлопные трубы из всех мест, где только можно их было дорисовать и так далее. Короче говоря, по внешнему виду, мне кажется, что разработчики, ну, прям совсем угадали. Действительно классно и строго выглядит. Что касается возможностей машины. Безусловно, в базовом ее состоянии вы не будете собирать там массу позитивных эмоций, и прям мешком тащить за собой, выходя из боя, кучу каких-то там, не знаю, феерических ощущений. Вы просто будете играть. Не более того. Но это базовое состояние машины, и в целом это вполне приемлемо, и я бы даже сказал, естественно. Что хочется отметить? Отметить хочется как минус данной машины. Прям существенное время перезарядки орудия. Дело в том, что тогда, когда у тебя 9 секунд перезарядки, и это на базовом орудии, потому что на топовом орудии, проходном, у вас время перезарядки будет практически 15 секунд. Так вот, когда вы играете против ребят, у которых время перезарядки, ну, секундочек, эндок 8, то вы ощущаете эту разницу. А когда вы встречаетесь с ребятами, у которых, у тяжелых танков, время перезарядки составляет 6 секунд, тогда вам совсем становится грустно и обидно. Почему так? Почему я со своей альфой могу гораздо меньше, нежели эти друзья? Ну, опять-таки, мы говорим с вами о проходной машине. Не о той машине, по поводу которой вам стоит принимать сейчас решение, покупать или не покупать. И не о той машине, о которой стоит сейчас думать по поводу того, а идти ли по этой ветке наверх или не идти, вы все-таки идете за десяткой. И это неотъемлемая часть той дороги, того пути, которое вам необходимо пройти. И выбросить вы это никуда не можете. Ну, разве что, если вы готовы ввалить какую-то определенную сумму свободного опыта в то, чтобы вот прям просто взять и перешагнуть через ИСА. Но, с другой стороны, ребят, машина-то не настолько страшная, чтобы действительно стоило это делать. Да, пускай это не фонтан, но, по крайней мере, унылости, скучности, я не знаю, там, слез, как предоставляют многие другие машины, данная тачка вам не принесет 1400 единиц нанесенного урона. Что касается результатов по фарму, то здесь фарма быть не может. Это проходняк, поэтому то, что мы не в минусе, уже слава богу. Ну, а что касается нашей результативности, да, пускай мы проиграли, но мы заняли лидирующее место в команде по нанесенному урону. И вот представьте себе, что если бы начало боя сложилось немножко по-другому, если бы мы кого-то встретили на своем пути, когда ехали, то, поверьте мне, мы бы накосили урона гораздо больше. Пушка очень ДПМная и действительно способна делать неприятным соперникам. Хотя, ребят, это очень-очень низкоальфовый дырокол, который находится на седьмом уровне. Поэтому вот для того, чтобы не вкладывать свободку и за опыт, зарабатываемый лично в боях, подниматься наверх по этой лестнице, продвигаясь вперед, этого орудия более чем достаточно. Теперь, ребят, давайте наденем на него все необходимое и попытаемся заценить машину уже в более приятном для нее состоянии. Мы ставим топовую башню, мы ставим топовое проходное орудие, мы устанавливаем двигатель, мы устанавливаем гусли, ну и, соответственно, ребят, мы одеваем вот это вот все. Причем, несмотря на, я бы сказал, не очень хорошую броню у данной машины, я вот постоянно сомневался по поводу того, как комфортнее ездить. И так, и так удобнее. Вы можете сделать себе плюс 4% к броне, либо вы можете добавить себе ХП. Я лично остановился на добавлении брони. Почему? Потому что я не считаю, что на седьмом уровне 84 добавочных к ХПшке это действительно стоящая, внимание, цифра. Ну, согласитесь, когда накидывают по 160-200 с копейками, 84 спасают крайне мало. Поэтому я определился на том, что буду играть именно на усиленной броне. Что касается боекомплекта, то не обращайте внимания на то, как я сейчас снаряжаю машину. Я снаряжаю ее исключительно для того, чтобы побыстрее в бой зайти. Вы себе можете положить любое количество подходящих вам лично снарядов. Я вообще считаю, что в нашей игре нет понятия правильно установленное оборудование или правильно сбалансированное боекомплект. Это все, ребят, выдумки. Вы должны себе это все складывать так, как лично вам удобно играть на той или иной машине. Ну что, поехали, попробуем заценить практически топовое состояние данной тачки. Итак, друзья, с учетом установленного оборудования и при том, что мы переключились на, можно сказать, топовое орудие, проходное, наше время перезарядки не стало составлять 15 секунд, потому что оборудка существенно решает. И при этом все равно мы имеем целых 13,6 времени перезарядки. Для седьмого уровня это действительно очень большая цифра. И играть на данной машине становится, ну, куда сложнее. Да, вы имеете хорошую альфу в 400 единиц, но одной альфой сыт не будешь. И это время перезарядки, и его каким-то образом необходимо грамотно скоротать. Плюс к тому, ребят, стоит помнить о том, что коротать будет не так уж легко, даже на вот таких вот картах, где на какой-то другой машине, по типу ВК-4503, вы могли бы прятаться за вот этими вот холмиками, за неровностями, да, то есть отыгрывать как-то от башни, то здесь, здесь, ребят, это все не получится. Потому что есть вот такая вот огромная комбашня, которая видна постоянно. И когда я лично играю на седьмом уровне, чисто ради фана и интереса, то, встречаясь с ИСом, я именно эту комбашню постоянно и выцеливаю. Она прям как подарок. Время сведения безбожно большое. Спасибо большое ВК-4503 за то, что не дал мне выстрелить и пошел в прорыв, хотя мог бы дать возможность мне выкинуть свой снаряд, зная время перезарядки моей машины. Хотя не исключено, что он и не знает о том, насколько сложно на данной тачке свестись и насколько сложно на данной машине точно выстрелить. 413 единиц урона. Да, круто, не спорю, хорошая цифра, но в то же время, ребят, мы сейчас будем с вами кататься и пытаться дождаться момента перезарядки для того, чтобы еще раз выстрелить. А за это время наш ВК-4503 накидывает дальше урон и, соответственно, набивает свою копилочку таким образом. В общем, скажу откровенно, движется машина в топовом состоянии, безусловно, лучше это, безусловно, ощущается, но, опять-таки, не настолько, чтобы в это вкладывать опыт, зарабатываемый на данной машине. Если говорить о том, на каком орудии выгоднее играть, то, наверное, выгоднее играть все-таки на этом орудии, нежели на базовом, потому что для того, чтобы накинуть тот же самый урон базовым орудием, вам понадобится сделать большее количество выстрелов. Ну, а так, на своем седьмом уровне вы делаете, грубо говоря, там, 3 выстрела и уже 1200 урона у вас в кармане. Делаете еще один и получаете уже 1600. Поэтому, в целом, для набрасывания урона, безусловно, это орудие будет получше. Но в отношении игры, в отношении удовлетворения игровым процессам, в отношении тех ощущений, которые вы можете получать, играя, я бы все-таки рекомендовал играть на базовом орудием. Как бы смешно это ни казалось. Потому что там гораздо выше скорострельность, ну и, соответственно, там более экшеноподобный, я бы сказал, геймплей. Итак, объектик. Да я даже не успел свестись, потому что время сведения, ну, просто, просто на уровне Плинтуса. Сейчас, кстати, выйдем, посмотрим на топовое орудие данной машины, которое вы можете открыть как альтернативное. И заодно заценим, какая у нас сейчас циферка по времени сведения, с учетом того, что у нас оборудование установлено на сведение, причем в двух слотах оборудования. То есть там по максималке было все закинуто так, чтобы сведение было нормальным. 413 единиц урона. Я не буду смотреть на нашу результативность по команде, потому что не хочу расстраиваться. Мы лучше возьмем с вами машину и заедем еще в один бой. Я думаю, что так будет более справедливо. Ну, навряд ли. МФИС играется от боя к бою на этом орудии исключительно на 400 или максимум 800 единиц наброшенного урона. Что касается оборудки, то, как вы видите, вот оборудование установлено на сведение и то же самое здесь. И при этом всем, ребят, обратите внимание на цифру по времени сведения. Целых 5,3 секунды. Это реально бред какой-то. На седьмом уровне иметь такие показатели по орудию, и плюс еще и разброс конский. В общем, все явно не в пользу вот этого топового орудия. Поэтому, скорее всего, большинство из вас остановится на том, что будет играть на базовом орудии, при этом используя опыт исключительно для того, чтобы открыть проходное вот это орудие и пойти дальше к ИСу третьем. Что касается нашего альтернативного орудия. Ну да, здесь, безусловно, немножечко повеселее будет. Здесь время перезарядки практически на полторы секунды меньше. Здесь урон в минуту, соответственно, становится больше. И при этом всем, я бы не сказал, что существенно меняется время сведения и разброс. То есть, по большому счету, вы, открыв это орудие, будете просто играть с более комфортным временем перезарядки и в отношении бронепробития, да, плюс 15. И это существенно. Все остальные показатели, я бы сказал, что практически ни на что не влияют. А вот эти вот 180 дополнительного урона к ДПМу, они вообще ничего не зарешают. Вот поверьте мне просто на слово. Ну что, берем машину и поехали еще в один бой. Попытаемся заценить еще в одной катке. Может, больше 400 получится набросать. Ну что, друзья, давайте попытаемся сделать хотя бы, хотя бы больше 400 единиц урона. Сейчас попытаемся вот так вот как-то пристроиться, так, чтобы можно было точечку занять. Повезло, что без полного сведения мы сейчас все-таки в ЭЗХ и в борт смогли забросить, хотя для ИСа эта задача не из легких. Вообще, я удивляюсь, как можно было на машину седьмого уровня поставить такую безбожно большую цифру по сведению. Еще окей, хорошо, там можно как-то, не знаю, поторговаться за время перезарядки, аргументируя тем, что время перезарядки, оно как бы соизмеримо количеством урона, которое вы можете накинуть с этого орудия. Но, блин, ребят, это все равно, ну, крайне, крайне туго. 13,6 с учетом установленного всего оборудования, с учетом того, что у меня, кстати, 100% экипаж на данной машине, а это тоже существенно добавляет. Это действительно крайне, крайне уныло. На дальних расстояниях, ну, прям вообще в край, в край сложно, и сейчас просто на фарт отбрасывал, потому что ушел соперник с засвета. Сейчас сам перестану светиться и поеду дальше, попытаюсь выковырять ПТХу, хотя, возможно, делаю глупость. Отыгрывать, кстати, от неровности, ребят, на данной машине тоже то еще удовольствие по одной простой причине, потому что даже если ты пытаешься отыгрывать как-то от башни, то это все равно не сильно бодро получается, потому что башня сверху обладает вот этой просто огромнейшей ком башней, ну и, соответственно, пробивают ее все и всегда, и очень часто бывает такое, что ты вроде бы хорошо спрятался, но сразу получаешь неплохую тычку. Ну вот, пожалуйста, без полного сведения попадаю в забронированное место у СМВ и ухожу на в край долгой КД. Ждем, ждем, ребят, просто своего часа и накидываем дополнительного урона. Так, ну, вроде бы свой вклад какой-то в победу мы сделали. Благодаря тому, что Арл решил покончить жизнь самоубийством, у нас есть шанс еще и ему урона набросить, но опять-таки время перезарядки. Да, можно было бы, конечно, адреналинчик подрубить, но уже как есть, так и есть. Особого смысла я в этом не вижу. Все равно победа, может быть, это бы и добавило какого-то там дополнительного прироста в отношении свободки, ой, свободки, господи, обычного опыта, который вы зарабатываете за бой, но в то же время не настолько, чтобы прям переживать из-за того, что вовремя адреналин не включили. Поехали. Не знаю, где еще кто находится, где-то есть. А, вон он, второй легкий танк, ЛТГ. Ну, как я понимаю, сейчас по нашему счету в 5-0 у нас успех, в принципе, практически в кармане. Ну, разве что, если у всех наших прям интернет отпадет, то у ЛТГ хватит 3-х минут времени на то, чтобы с помощью своего ДПМ разобрать всех, кто завис. Ну, все, в принципе, сейчас будет последний шот по ЛТГ и будем смотреть результаты. Даже не успели добрать его. Нет, все-таки добрали. Я думал, повезло игроку. Хотя бы смог выжить. Я не могу сказать, что ИС это прям машина мечта. Многие оставляют себе данную машину в ангаре для того, чтобы периодически выехать чисто ради веселья какого-то, но в основном играют ребята как раз на базовом орудии, потому что оно является более скоростерельным, более веселым. 2000 урона, 3 уничтоженных соперника, знак классности второй степени. Что касается результатов по нашему фарму, то заценивать нечего, это проходняк и ничего удивительного нет в том, что он не сильно зарабатывает. Хотя 14800 за такой бой, по-моему, тоже неплохо, как для проходного танка 7 уровня. Что касается результативности нас в команде, то мы здесь занимаем второе место и от нас немножечко вперед вырвался крушитель. Вот такой вот он ИС и вот такой вот геймплей ждет вас, если вы будете проходить по веточке ИСа 7. И в целом я не могу сказать, что данная ветка прям является очень сложной к прохождению. Вам просто необходимо понять, нужна ли вам сама десятка. И если она вам нужна, то поверьте мне, добраться до нее особых сложностей не будет однозначно. И мне лично, как я уже говорил, ИС по манере игры и по его возможностям гораздо больше нравится, чем КВ-3. Поэтому в отношении легкости прохождения ветки однозначно голосую за ИСа 7. Вот так вот, ребят, если вам понравилось видео, и оно было вам полезным, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас, оставляйте комментарии, поддержку канала и помогайте ему продвигаться вперед. Ваши подписки действительно существенно влияют на продвижение канала и на то, чтобы YouTube все больше и больше рекламировал видео, которое на нем выходит. Я стараюсь ради вас и надеюсь на вашу поддержку. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok